До переменной мы говорили о двух системах, о Божьей системе, или о системе Божьего Царства и о системе мира. И в этой притче Иисус не сравнивает системы, но сравнивает то, насколько мы страстны, насколько наше большое желание в этой системе. И вызов к вам и ко мне, то, что мы живем в мире, но мы живем жизнью в соответствии с Царством. И для каждого из нас это очень большой вызов, о том, как мы живем в браке, если мы женаты, или как мы строим взаимоотношения, как мы используем деньги, или же любые другие аспекты нашей жизни. И этот слуга знал, как действует система этого мира. И в этом году у меня был брошен вызов в том, как действует Царство. У Бога есть определенные правила, процедуры в Царстве, чтобы расширять Царство, чтобы жить моей жизнью. И если я не знаю путей Его Царства, я не буду успешным христианином. Мир страстен в своем стиле жизни. Вчера у меня был очень хороший пример этому. Дон и я, мы сейчас живем в очень хорошем отеле. И я открыл окно, чтобы проветрить комнату. И я рано лег спать. Там за отелем где-то вечеринка была. Музыка, танцы, смех. Просто хорошее время пробуждения. И я заснул, наверное, в 10 часов вечера. И в 11 часов я проснулся. И они веселились. И я снова заснул. И я проснулся в 12 часов. И они веселились. И я заснул. И проснулся в час. И они веселились. Я снова заснул. В два, проснулся в три, проснулся. В четыре. В четыре часа посмотрел на свои часы. Они все еще танцевали. И напивались. Я трудно поверить в это. Они что, работать завтра не будут? Я не знаю. Но это просто поразило меня. Они страстны в своей системе. И в контексте притчей. Иисус бы не упрекнул за то, что они веселились. Он бы похвалил их за их стремление. И посмотрел бы на вас и на меня. Настолько ли мы страстны о Нем, так же, как они веселятся. И я думаю, о Бог. Мир страстен в своей системе. И еще несколько примеров. В мире действует жадность. Личные интересы. Личные интересы. Гордость. Страх. И это хорошее упражнение для вас, когда вы идете и подумаете, в чем мир успешен. Каким образом работает система в Украине? Каким образом люди делают что-то здесь? Законно или незаконно? Деньги под столом или деньги на столе? Взятки. Вероятно, что ответ – да. Так происходит везде. Слуга знал, как работает эта система. И слуга знал, если он даст взятку фермерам своего землевладельца, то тогда они его примут обратно, когда его уволят. Это понятно? Настолько ли мы хороши в царстве? Если мир преуспел в жадности, то преуспели ли вы в щедрости? Все в Евангелиях имеет отношение к щедрости. Щедрость в деньгах. Щедрость в прощении. Щедрость в любви. Если мир достиг успеха в гордости, то насколько вы достигли успеха в смирении? Сущность Царства Божьего – это любовь. Настолько ли вы велики в любви, как мир веселится и может веселиться? Я фразу такую записал. Не будьте побеждены миром. Не допустите такого, чтобы мир был лучше, чем вы. Дети этого мира строят свою жизнь в соответствии со стандартами мира. И строят свою жизнь в соответствии с приоритетами этого мира. Они эффективно используют системы мира. И они используют всякую возможность, чтобы воплотить эти системы. И я просто начал думать о Божьих путях. Вы и я, мы христиане, я христианин. Мы пытаемся слушаться Бога. Но на самом деле у нас есть такая же страсть, какая есть у мира. Я хотел бы дать частное применение этой притчи. Этот управитель использовал деньги нечестно. Он использовал деньги, он пошел к фермерам. Он пошел к фермерам и сказал, сколько вы должны владельцу? Сто? Запиши пятьдесят. Это даже не его деньги, это деньги его владельца, его хозяина. И таким образом он подружился с этими фермерами. Он подружился нечестным способом. И Иисус говорит в девятом стихе. Позвольте в девятом стихе. Вы это делаете? Лук 16, 9. И Иисус говорит, что мы, как христиане, должны заводить друзей с помощью денег. Чтобы они приняли нас в вечной обители. Что это значит? Мы должны использовать деньги Божьим путем. И те люди, которым мы помогаем. Будут на небесах, когда мы туда тоже попадем. И они примут нас. И они будут радоваться, когда увидят нас. И то, что это значит? И очень много говорится в Библии о даяниях к бедным. Мы, как христиане, также должны давать деньги бедным. Матфея, 6 глава, откройте. Матфея, 6 глава. Позвольте первые четыре слова, пожалуйста. Матфея, 6 глава. Первые четыре стиха. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Фарисеи трубили трубой перед собой так, чтобы все остальные могли увидеть их. Иисус говорит делать это тайне, чтобы не подпитывать нашу гордость. И девятнадцатый, двадцатый стихи. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Мы должны собирать сокровища на небесах. И это означает, когда мы даем что-то кому-то здесь, имея правильное отношение с сердцем, когда мы даем пить тому, кто жаждет, посещаем того, кто в тюрьме, мы собираем сокровища на небесах. Мы все понимаем этот стих. Но в контексте этой притчи, Иисус говорит, что те, которым мы даем эти вещи, они будут нас приветствовать на небесах. Таким же образом, как и эти фермеры примут этого неверного слугу, затем в своих домах. И так же, как притча говорит, мы должны очень хорошо справляться и использовать деньги. Используем ли мы деньги по методам Царства Божьего? Или же мы используем деньги так же, как использует их мир? Так что мы влазим в долги, потом у нас собираются большие счета, и так что у нас вообще никаких денег нет. И лично я верю, что мы должны давать первые десять процентов от дохода. И давать больше. Когда мы поступаем так, то мы поступаем, как действует Царство. С одной стороны, это наш план пенсии. План пенсии для вечных обителей. И то, что мы делаем здесь, принесет награды на небесах. Я хотел бы рассказать вам, что самый основной Бог показал мне в этой притче. Я прочитал много книг о молитве. Я знаю, что я должен молиться. Я молюсь. Я не молюсь достаточно. Я читал книги о великих мужах и женах молитвы. Это меня воодушевляет. Но мне нужно более глубокое понимание здесь, чтобы молиться больше. И Бог применил эту притчу к моей молитвенной жизни. Потому что один из ключей к Царству Божьему это молитва. Вечеринка в мирской системе Взятки. Воры. Нечестность. И люди очень преуспевают в этом. А Божье Царство говорит Просите у меня Я дам вам народы. Существует очень множество обетований молитвы. Настолько ли я преуспел в этом, как они преуспели в своем. Откройте Иоанна 14 глава. Иоанна 14 глава 13 стих. Если чего попросите во имя Мое, то я сделаю. Если чего попросите во имя Мое, то я сделаю. Пятнадцатая глава 7 стих. Если прибудете во мне, и слова Мои и вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Шестнадцатая глава 23 стих. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя Мое даст вам. И Бог строит Своё Царство на принципах Царства. И один из этих принципов – молитва. Я вижу, что я хочу быть настолько же эффективным в этом, как мир эффективен в своем. И это помогло мне в моей молитвенной жизни. Может быть это мотивировало меня, потому что по своей природе я соревнователь. У меня есть такой соперничающий дух. Конкурент. Я играл в множество видов спорта. И всегда хотел выиграть. И смотрю я на мир, как они делают своё. И говорю, я хочу преуспеть Божьим больше, чем они преуспевают в своём. Это даёт мне новую страсть в сердце. Чтобы быть хорошим в том, что от Бога. И к добавлению, к добавке к молитве есть ещё одно, что очень меня мотивирует, вызывает. Это любовь. И Царство Божие всё построено на любви. Любить врагов. Любить братьев и сестёр. Любить погибающих. Не знаю, как вы, но я не люблю достаточно. Я не люблю погибающих достаточно. Я не люблю погибающих евреев достаточно. В своих семейных взаимоотношениях. Должны любить мужей, жён, детей. И мы в теле Христа. Есть много разбитости. Много непрощения. И также может быть непрощения здесь, среди студентов. Кто-то из вас обиделся на брата или сестру. Я спрашиваю, могу ли я быть настолько успешен в прощении, как мир успешен в своих веселях, вечеринках? И любовь приходит с движением Духа Святого в моей жизни. И Царство Бога – это не только, как Дон говорил, распространение Его, расширенное Царство. Мы обычно думаем, что Царство расширяется снаружи. Это также означает, что оно расширяется внутри. И у каждого есть трудные места в нашем сердце. То, куда мы не пускаем Господа. Страхи какие-то. Или неверия. Обиды, оскорбления от людей. Но все же мы живем в своей христианской жизнью. Живем в Царстве. Но живем в Царстве мирскими путями. Потому что эта притча говорит, что мы должны быть великими в Царстве. Великими в любви. Великими в прощении. Великими в том, чтобы не обращать внимания на обиды. Великими в том, чтобы любить погибших. Потому что в конце дня мы должны стать как Иисус Христос. Мы видим, что Царство полностью действует через Иисуса. Мы видим Его благодать и Его милость. И чтобы Царство Божие установилось в моей жизни, я должен стать великим в том, чтобы быть милостивым и отдавать благодать другим. Вероятно, я так же похож на Вас. Уже христианин я как сорок лет. Я успешен в благодати, в милости, в сострадании и любви. И очень легко для меня просто остановиться в этом. Но на самом деле я люблю так сильно, как они любят вечеринки. Настолько я люблю молиться, как они любят вечеринки. У них вечеринки до четырех часов утра. Я молюсь десять минут. Я говорю, Бог, прости меня. Потому что в этой притче Иисус сделал удивительные вещи. Он говорит, я купил тебя из мира. И ты родился в новом царстве. В новый стиль жизни. Я хочу, чтобы ты был настолько же успешен в новом стиле жизни, как ты был успешен в прежнем стиле жизни. Это жизнь в царстве. Когда мы думаем о царстве Бога в наше время, мы думаем о чудесах, знамениях. Но это притча о царстве Бога в каждой сфере нашей жизни. И Он хочет, чтобы мы были великими в этом. Не правильно не поймите меня. Когда я говорю великий, это не значит, что мы должны возглаждаться этим, но мы должны достигать совершенства, превосходства. Быть превосходным. Станьте очень хорошим в этом. Потому что царство действует абсолютно по-другому, по сравнению с миром. И я использую молитву как пример. Мир смеется над нами, когда они видят, что мы молимся. Кому вы молитесь? Зачем вы молитесь? И все же, когда мы читаем Писание, это один из ключей царства. И поэтому мы должны достичь успеха в этом. Давайте возвращаемся к 16 главе Луки. Притча продолжается в 10-13 стихах. Времени нет, чтобы все рассмотреть, но посмотрим на 12 стих. Двенадцатый стих. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Если вы не верны в том, что чужое, кто даст вам ваше собственное? Притча, этот слуга был неверен в деньгах своего владельца, своего хозяина, поскольку он потребовал меньше денег. И еще одно применение, которое Бог показал мне, он дает вам много великого. И еврейское понимание Библии – Бог владеет всем. И это значит, когда мы даем ему свою жизнь, то он становится нашим владельцем. Мы Его. И эта притча говорит мне, что я хочу быть верным в том, что принадлежит другому. Я хочу быть верным в том, что Божье. Знаете ли, что принадлежит Богу? Он вы принадлежит Ему. И ваше тело принадлежит Ему. Ваша жизнь принадлежит Ему. Есть еще одна притча, которая также указывает на это. И я не хочу из-за своей неверности попусту тратить Божье добро. И я хочу быть верным в том, как я живу. Потому что это не моя жизнь, это Его жизнь, которую Он купил кровью Иисуса. Я хочу быть верным в своем здоровье. Я хочу быть верным во всех тех деньгах, которые у меня есть. Потому что на самом деле они все принадлежат Ему. Поэтому я сею вначале это семя, что все, что есть у вас у меня, на самом деле принадлежит Богу. И что еще было верено нам Богом? Евангелие было верено Богом. Оно не наше, это Его. На самом деле мы будем великими в том, как мы передаем Евангелие. Как мы управляем Евангелием по сравнению с тем, как мир управляет своей системой. Знаете, что такое золотое правило? Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы другие поступали с вами. Вы в этом достигли успеха? На самом деле вы достигли успеха в этом золотом правиле. Так же, как мир, по сравнению с миром, который достиг успеха в своей нечестности. Поэтому вот в чем суть этой притчи. Чтобы знать ключи Царства. Знать, как жить в Божьей системе. И быть в этом так же хорошим, как мир. Я думаю, что это призвание к тому, чтобы иметь эту страсть. Призвание к тому, чтобы иметь превосходство. Призвание к тому, чтобы от всего сердца отдать свою жизнь Богу. И Писание говорит, что наши тела – это живая жертва. И Писание говорит, что нет ни малейшего места для теплоты. Поскольку тот слуга был настолько мудр в приготовлении к своему будущему. И мы должны также жить с фокусом на будущем. В отношении того, как мы распоряжаемся деньгами. Как мы даем деньги, как мы даем прощение. Как мы даем любовь. Молимся. Все ассоциируется с нашей христианской жизнью. И на самом деле я единственный, который не соответствует этому. Кто нуждается в том, чтобы стать великим в этом. Прикоснулся ли Господь к какой-то сфере вашей жизни в это утро. И вы можете сказать Ему. Бог, мне нужно быть лучшим в этом. Может быть, мне надо быть лучшим в взаимоотношениях. Моей любви к другим. Или что-то еще. У нас осталось пару минут. Мы можем перед Богом перестать лично и просить, чтобы Он нас изменил. Потому что один из путей в Царстве Божьем это покаяться. Попросить Бога прощения за эту сферу в нашей жизни. И я хочу, чтобы Ты изменил меня. Чтобы я стал великим в Твоем Царстве. Поэтому можем просто склониться и молиться об этом. Просто возьмите одну сферу в вашей жизни, которую вы забросили Бог вам. И идите перед Ним. Дух Святой здесь находится. И Он изменяет нас. Я бы хотела, чтобы когда мы выйдем из школы сегодня, мы были бы настолько великими, как те вечеринщики в 4 часа утра. Спасибо. Education. и